Коллеги, всем добрый день. Сегодня мы открываем дискарту из специального списка, можно сказать. Он состоит из короткого списка из двух проектов, но эти проекты сделаны в первую очередь нашего города. Мы о них договаривались очень много времен. И в итоге обсуждали, что могут ли это делать, если обратно, когда, например, нашим 13-ю. Ну и идея стала некая подемонстрировать какую-то общность общего Петровского времени, двух городов. Потому что он тоже город, основанный по указу Петра. Как-то связать нас с Санкт-Петербургом и с этим образом, который назад есть у каждого россиянина, с людьми, которые там жили и управляют страной в то время. И вот первый проект – это «Столичная панорама», которую мы открываем сегодня. Ну, как, наверное, вы знаете, мы прикрывали наш настоящий план. Второй проект – это «Столичная осень». Он был посвящен уже Екатерине и самому Петру. Екатерина, конечно, часто очень в тени своего супруга. Но, тем не менее, постараемся это немножко происходить. Но сегодня открывается проект, наверное, визуально он очень необычен для нашего посетителя, потому что здесь очень много графики. Пока, как наш, он показывал очень много живописи, скульптуры, декоративных преподновок. Этот проект такой очень изящный, но, тем не менее, все насыщено объектами, предметами. Действительно, есть что посмотреть и есть о чем рассказать. Давайте представлю наших гостей. Это Светлана Борисовна Джаксона, главный проект, из-за мастер-теформинированного директора «Карминтажа». Она приехала к засмотрам всех наших поведений, в частности, нашего реставрационного, кинетического корпуса. Ну и, конечно, тоже на ответственности. И Виктор Освич Лаога, это прокуратур, проект, который работал на все суставы, на концепции, на все идеи, на все выставки. Он у нас человеком, который вы можете интересовать всеми вашими вопросами. Вы постарайтесь излечь максимум, до открытия еще несколько часов. Надеюсь, что вы сможете поговорить. Ну и просто скажу о том, что Алана, как и Чай, вы которого знаете, конечно, сделал все возможное со стороны нашего материала, для того, чтобы эта экспедиция оказать максимальную помощь нашему коллеге. и санкт-петербургом, и была ответственность на проект, наверное, с нашей стороны. Передаю слово Славе Полисе. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие гости. Мы сегодня открываем действительно замечательную выставку. Выставку, которая состоит из очень сложных для экспонирования вещей, потому что и акварины, и гравюны, и те экспонаты, которые реагируют на освещение, и обычно больше трех-четырех месяцев не выставляются. Специально нам надо было выбрать свет, выставить его, вещи громкие, конечно. И мы с удовольствием здесь показываем эту выставку, потому что мы особые чувства испытываем к вашему городу, к вашему музею. И началось это очень давно. Как вы знаете историю нашу прекрасную. В 1941 году сюда, в Екатеринбург, в это здание на Вайнера-11, была эвакуирована коллекция государственного Эрмитажа. Здесь больше миллионов экспонатов находились во время войны. Здесь жили наши коллеги, работали наши коллеги. И мы этими корнями глубоко проросли друг в друга. И наши творческие, дружеские, человеческие, научные связи, они, наверное, будут неразрывными. И мы всегда очень дорожаем теми выставками, теми контактами, которые у нас с Екатеринбургом происходят. И сегодня это очередная демонстрация наших глубоких связей. И, конечно, мы очень любим свой город. Мы с удовольствием показываем его в разных видах. И тут вот столичная панорама, она показывает Петербург во всей его росте. И те переклички, которые есть с Екатеринбургом, потому что возраст наших городов отличается всего на 20 лет. И мы как-то очень близко друг к другу стоим, никак не смотря на то, что расстояние очень далекое. Так что я надеюсь, что и вы, и посетители этой выставки, получат большое удовольствие. Кроме того, это еще те вещи, которые появились, многие из которых появились, до появления фотографий. Поэтому зафиксированы те стаяни, те моменты, история города, которые фотографии мы не можем увидеть. И еще это очень выставка, этот материал вообще очень спокойный, потому что это не как живописные произведения. Там прошел, посмотрел налево, направо, прошел всю выставку, что-то запомнил и после того, что надо в каждой работе подойти, рассмотреть какие-то мельчайшие детали, рассмотреть костюмы, как вы видели здание, как вы видели лица современников, этих художников. Поэтому эта выставка очень умная, очень научная. Спасибо куратору, который это все протокол. И я желаю всем очень интересное посещение этой выставки. Передаю слово куратору. Спасибо. Спасибо Екатеринбургу за очень теплый прием, за то, что они помогли мне воплотить вот эту вот идею, потому что без их работы эта идея не могла вообще появиться. То есть воплотить свое воплощение, потому что всегда работа, да и зная наша, это работа двух партнеров равноправно. Не только мы должны начинать директировать свои условия, да, и от такого быть не может мы должны вместе, в едином каком-то паре, сделать, работать и делать все. И я очень благодарю ваших коллегам за ту работу, которую мы сделали, проделали для того, чтобы это все-таки состоялось. Ну, если у вас какие-то есть вопросы, задавайте, я попробую на них. Спасибо. 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 Спасибо.